В этом видео я хотел бы с вами поговорить с оптимизмом. Смотрите, дело в том, что я являюсь противником оптимизма как способ настроения на будущее и на настоящее. Я считаю, что оптимизм во всех планах гораздо выгоднее. Например, допустим, если ты смотришь в будущее, так сказать, с более негативной точки зрения, с более плохой, то у тебя всегда есть время подготовиться к худшему. Ты всегда можешь морально себя обезопасить, чтобы потом не случалось каких-то непредвиденных вещей, которые вы не предлагали. Нужно предлагать всегда самое худшее. Потом, я считаю, что оптимизм это самообман. Ты обманываешься на себя, ты пытаешься приукрасить себя для того, чтобы просто не нервничать, для того, чтобы не смотреть в правде глаза, ты пытаешься прикрасить действительность, делать ее радужной. На самом деле, давайте посмотрим, на самом деле, допустим, одна неприятность не стоит десяти прекрасных вещей. Я считаю, что пессимизм самый востребованный сейчас в наше время формой взрывания будущих, настоящих и прочих. Я считаю, что все должны быть пессимисты, ребят. Еще я хотел бы сказать вам про виды одежды, про стиль и так далее. Я считаю, что я не придерживаюсь какой-то определенного стиля одежды, там, швэг или викторианские, готические одежды, или, не знаю, или костюмы строгие, или спортивный стиль. Я не считаю так, что это круто. Я считаю, что надо делать все, что на тебе висит хорошо, что на тебя хорошо смотрится. И вообще, как вообще, можно понимать эту моду, можно, когда одна человек в вещи не идет, другая идет. Если в моду, допустим, войдут, я не знаю, какие-нибудь шапочки, как у меня, то они идут далеко не всем и так далее. Так что мода, это понятие, очень-очень спорное такое. Я знаю понятие стиль, понятие веяния, влияния, но понятие мода, оно тоже, нет, оно неспоримо, есть. Но, мне кажется, оно какое-то очень спорное. Я, например, не считаю, что одеваюсь модно, не считаю, что одеваюсь не модно и так далее. Я считаю, что одеваюсь, так как мне нравится, так как это нормально смотрится.